Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Евгений Анатольевич Таргашов, начальник следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу, подполковник юстиции. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Анатольевич, сегодня говорим о мошенниках и новых схемах. Что на повестке? Ну, как я понял, мы говорим о наиболее, скажем так, часто встречающихся сейчас преступлениях, это дистанционном мошенничестве, так называемом. То есть, когда не происходит личного взаимодействия жертвы, скажем так, и преступники. То есть, речь идет о тех преступлениях, когда большинству граждан поступает тревожный, назову его в кавычках, звонок с информацией о том, что в отношении данного гражданина, потенциального потерпевшего, совершаются какие-либо противоправные действия с его денежными средствами, хранящихся на счетах, привязанным к банковским картам. На сегодняшний день значительное количество преступлений регистрируем мы, и могу сказать, что набирает популярность среди злоумышленников эти деяния, модифицируются способы, совершенствуются способы совершения указанных преступлений. И в качестве примера, наверное, приведу, что даже касаемо нашего Одинцовского района, это мошенники успешно используют так называемую СИП-телефонию. Это функция подмена номера. В таком случае, как вы видите у себя на мобильном телефоне, определяется номер, например, дежурной части УВД Одинцовского района. И если, соответственно, вам этот номер не знаком, и вы усомнились, что он принадлежит дежурной части УВД Одинцовского района, то мошенники в ходе разговора всегда вам говорят, слушайте, я вот оперативный дежурный, фамилия моя там Петров, а если вы сомневаетесь, там есть что-то, вы свободно можете в открытом доступе в интернете набрать сайт Одинцова, и там выйдет этот номер. И люди действительно, некоторые более бдительные, перепроверяют. И когда видят, что номер совпадает, то все. То есть они понимают, что действительно они ведут диалог с правоохранителями, с компетентными людьми, которые доводят действительно информацию о том, что в отношении них готовится преступление, либо совершается преступление в данный момент, и необходимо срочно что-то предпринимать. Но далее мошенники предлагают, соответственно, все сбережения, хранящиеся на депозитных счетах, перевести на предлагаемый безопасный счет. Диктуют номер счета, либо номер банковской карты, и потерпевшие, используя банк-клиент свой, переводят денежные средства на предлагаемый счет, и, собственно, лишаются всех своих сбережений. Вот, наверное, на сегодняшний день популярный способ, который я сказал, это прям очень много таких совершает. Евгений Анатольевич, сколько в день вы регистрируете подобных случаев? В нашем районе подобных случаев регистрируется в районе 10, ну, может быть, даже 15, в зависимости, там, по-разному бывает. Ну, разбег такой, наверное, 10-15. Я говорю не только об успешных для злоумышленников попыток, но и… Это общая цифра. Это общая цифра, да, потому что, слава богу, как бы пропаганда полицейская, она работает, мы занимаемся активно этим, проводим профилактику, соответственно, различными способами, в том числе и с помощью средств массовой информации. Мы доводим до граждан, что нужно быть бдительными, не вестись на это. И я могу сказать, что много регистрируем именно попыток, то есть, когда человек звонит в дежурную часть и говорит, мне звонили, представляли сотрудниками, например, банка и сотрудниками там правоохранительных органов. Но я понял, что они таковыми не являются, поэтому ничего им переводить не стал, и вот решил донести эту информацию вам, для того, чтобы вы ее проверили. Поэтому, в общем, количество таких 10-15. И могу сказать, что мы регистрируем большее количество именно отказов граждан сотрудничать, назовем это так, с злоумышленниками. То есть, все-таки информированность граждан растет? Растет информированность граждан, растет все-таки, наверное, грамотность финансовая граждан, которые понимают, в каком случае с вами разговаривает банк, а в каком случае все-таки лица, имитирующие банк. Вот если говорить о тех мошенниках, которые представляются сотрудниками банка, и у них прекрасно вплетается любая легенда, и они, в общем-то, достигают желаемого чаще всего. Что должно насторожить человека, вот когда он слышит такой диалог, такой рассказ, правдоподобный в кавычках, чтобы он просто прекратил? И ни в коем случае не совершал никакие действия по картам, никуда ничего не переводил? Первое, на что стоит обратить внимание, когда звонит банк, он не будет у вас запрашивать ваши персональные данные. То есть, он не будет запрашивать вашу фамилию, дату год рождения, номер банковской карты, уж тем более секретный трехзначный код на обратной стороне карты. Вся эта информация у банка есть, если вы являетесь клиентом банка, поэтому сотрудник банка не будет у вас это спрашивать. Это, очевидно, должно насторожить. Ну и, соответственно, должно насторожить тот факт, что, например, если в вашем случае вы точно уверены, что вы там не совершали никаких, скажем так, попыток, например, получить кредит, или попыток перевести, осуществить какой-то перевод, а вам вдруг звонят и сообщают такую информацию, что с вашей карты что-то происходит и так далее. И просят какую-то уточняющую информацию, в частности, могут попросить информацию о балансе вашей карты, хотя сотрудникам банка эта информация, естественно, видна. Для чего это все здесь, собственно, делается? Для того, чтобы злоумышленник понимал, стоит ли, игра свечная, так стоит ли ему тратить свое время. То есть, если там 100 рублей, то он, скорее всего, просто разъединится. Совершенно верно. Скорее всего, он не скажет, слушайте, мы с вами свяжемся позже и разъединятся. Такие факты тоже есть. Мы тоже, скажем так, занимались подобными историями и проводили проверки. Как проходит расследование таких дел? Ну, всю методику расследования, раскрытия, сами понимаете, не могу рассказать как, но расследование осуществляется в тесном взаимодействии с банками. Более того, сейчас на законодательном уровне прорабатывается вопрос относительно быстроты обмена информации с банками. То есть, у нас это занимает определенное количество времени, а сами знаете, что самое эффективное раскрытие преступления – это раскрытие по горячим следам. Назовем это так. Поэтому на сегодняшний день прорабатывается этот вопрос для того, чтобы у нас был моментальный обмен информации с банками. И как только этот вопрос будет провешен, я думаю, что это существенно поможет правоохранителям пресекать подобные злодеяния. И мы еще, ну скажем, еще больше уменьшим количество регистрированных подобных преступлений. Евгений Анатольевич, если говорить о том, какая категория граждан больше всего подвержена фактам мошенничества, то здесь какие цифры? Только лишь это пожилые люди. О категории скажу следующее. Если, наверное, с год назад я говорил о том, что наибольшая часть населения, которая подвержена этому, то это люди в возрасте, то сейчас возраст существенно, скажем так, поменялся. И активная часть населения, молодежь, так называемая, тоже становится жертвами мошенников. Странно, с одной стороны, казалось бы, но все-таки это я связываю с тем, что мошенники стали более профессионально совершать эти преступления, назовем это так. Потому что они сейчас уже готовятся более тщательно. То есть, мало того, что у них поставленная речь, они знают определенную терминологию, в том числе банковскую, либо правоохранительную, в зависимости от того, кем они представляются. Так они еще и получают минимальную информацию о потенциальной жертве. То есть, если они вам звонят, то они как минимум могут знать, например, ваши фамилии, имя, отчество, либо знать информацию о том, какое количество денежных средств находится на вашем банковском счете. И это, соответственно, активную часть населения, молодежи, подкупает. Потому что, грубо говоря, когда он вас окликает по имя и отчеству, он говорит, что у вас на счете 30 тысяч рублей, и их пытается сейчас снять. То есть, это сразу, соответственно, информация такая, знак тревоги, и люди, находясь в этом состоянии, уже начинают допускать ошибки. Совет этому всегда мой простой, как бы, если вы такую информацию получили, как бы вам говорит банк, то нужно просто-напросто сказать, «Слушайте, дайте мне минуту времени, я вам перезвоню, положить телефон, перевернуть свою банковскую карту, на обратной стороне увидеть телефон горячей линии банка, свою 8800 и так далее, набрать его, сказать, «Слушайте, мне позвонили, попытка» и так далее. И вам все сразу станет ясно, что банк вам не звонил или действительно звонил и проконсультирует, как правильно действовать в этой ситуации. То есть, есть рычаги, лучше все перепроверять? Однозначно, в наше время нужно все перепроверять. Какие случаи мошенничества в последнее время, которые произошли на территории округа, либо на территории России, вас поразили? Ну, таких случаев много, то есть, каждый, наверное, случай, он уникален. То есть, существуют шаблоны, о которых я говорил, а есть, естественно, действительно уникальные. Но, например, сейчас набирает, скажем так, не то чтобы обороты, но значительное количество мошенничества. Это когда мало того, что гражданин переводит со своего депозитного счета денежные средства, так еще, находясь под воздействием обмана, обращается в банки, оформляет на свое имя максимально возможный кредит, получает кредитные средства. И также для того, чтобы, как позиционируют мошенники, не дать возможности неустановленным лицам, которые получили доступ к вашему персональному счету, к вашим персональным данным, не дать возможности им оформить от вашего лица заявку на кредит и получить эти деньги. Чтобы спасти эти деньги, вам нужно самому получить этот кредит и перевести на условно-безопасный счет, который предоставляют мошенники. И скажу следующее, что таких фактов много, где именно активная часть населения, молодежь, так назовем ее, они обращаются в банки, получают кредиты, переводят. И мошенники держат свою жертву, скажем так, до последнего, прямо до того момента, пока уже человек все-таки не начнет переходить постепенно в себя и понимать, что что-то происходит не так. И вот есть случаи, где потерпевший у нас в районе оформил подобные кредиты в более чем пяти банках на сумму более 12 миллионов рублей, которые все успешно перевел мошенникам. Вот один из случаев. Также случаи, когда уникальные, интересные, когда представляются сотрудниками спецслужб, говорят гражданину о том, что его счет там попал в какие-то серьезные секретные операции. И сейчас для того, чтобы государству реализовать свои полномочия, поисечь там какое-то финансирование террористической деятельности, человеку предлагают принять участие, так скажем, на добровольной основе в определенных там оперативно-розыскных мероприятиях, помочь там задержать там группу лиц свящих хищений. А для того, чтобы это сделать, он должен там, скажем так, условно профинансировать эту операцию, временно предоставив денежные средства, хранящиеся на его счете сотрудникам безопасности, скажем так, правоохранительным органам. А в последующем они будут возвращены. И более того, такие сотрудники так называемых секретных служб были в случае в районе, когда они лично приезжали на встречу с потенциальным потерпевшим. И представляли себе, что они очень сильно засекреченные сотрудники, и необходимо им срочно передать деньги для того, чтобы в дальнейшем использовать на нужды государства. Это в дальнейшем все будет компенсировано. Вот я слушаю, ну это прямо сказочно, фантастически все это звучит, но совершенно нереально. Но люди ведь ведутся. Ну люди ведутся, да, действительно. Просто я считаю, что всегда говорил и всегда говорю, что мошенники – это талантливые люди, по-своему талантливые люди. Их бы энергия в нужное русло, поэтому умеют люди убеждать, умеют находить тонкие психологические моменты у людей, знают, на что надавить, как быстренько установить психологический контакт и манипулируют этим. Поэтому совершают они, скажем так, звонков большое количество в день, общаются с разными людьми и приобретают определенный опыт. Ну и, соответственно, обучают их тоже определенные граждане этим психологическим уловкам. Поэтому они умеют просто убеждать. Поэтому они же не применяют насилие. Каждый из жертв передает свои сбережения абсолютно добровольно, думая о том, что совершают правильное действие для того, чтобы спасти свои сбережения. Но это на самом деле оказывается не так. Евгений Анатольевич, дистанционные преступления совершаются же не только в отношении частных лиц, но и юридических. Есть ли это в практике? Да, дистанционное мошенничество совершается в отношении юридических лиц, но количество таковых существенно ниже. Прямо существенно ниже, потому что механизм, скажем так, отъема денежных средств у юридического лица гораздо сложнее. Ибо денежные средства хранятся на счетах, там требуются определенные операции с банком. Соответственно, гораздо сложнее, нежели человек с помощью мобильного приложения переводит. И процедура перевода денежных средств, она там, скажем так, согласуется не с одним, а с несколькими, например, должными дистанционным образом, с бухгалтером, с директором и так далее, на основе каких-то достигнутых договоренностей и прочего. Поэтому в таких случаях гораздо меньше. Существуют, наверное, способы хищения, когда используются вредоносные программы, вирусы определенные, назовем их так. В таком случае, да, то есть бесконтактные, то есть когда совершается хищение без участия кого-либо из ответственного лица организации. Это да. А чтобы в прямом взаимодействии сложно. Но тоже имеются такие факты. Особенно часто они распространены среди сферы грузоперевозок. То есть это такая сфера, где действительно совершается подобное, где под предлогом перевозки груза, там, собственно, люди бывают, что в каком-то из звеньев вклиниваются в договоренности между двумя юридицами и, скажем так, либо совершают хищение груза, либо совершают хищение денежных средств, предназначаемых для оплаты и перевозки этого груза. Такие факты тоже есть. Как Вы считаете, может быть, люди подвергаются мошенническим действиям определённой психологической направленности и мышления? Ну, сложно сказать. Или всё-таки каждый человек может стать и может быть потенциальной жертвой мошенников? Я считаю, что каждый человек может стать потенциальной жертвой мошенников при условии специфики определённой. То есть, смотря в какой сфере человек, например, вырос, в какой сфере человек работает и так далее. То есть, с учётом вот этих тонкостей всегда можно подобраться. Можно подобраться с профессиональной точки зрения, например, можно подобраться с точки зрения семейной к каждому человеку. То есть, в зависимости от того, какой ключик подобрать каждому. И мошенники умеют эту практику применять. Поэтому сказать, что узкая какая-то категория подвержена, а другая нет, наверное, неправильно. Поэтому каждый из нас может оказаться в такой ситуации. У меня вот тоже, например, недавно поступал звонок из банка, где мошенники, используя, скажем так, шаблонную схему разговоров, позвонили, снимая номер незнакомый. И включается автоинформатор. Кстати, тоже используют вот эту вот лазейку. Включают так называемый автоинформатор, где человек с железным роботизированным голосом говорит, что «Здравствуйте, с вашего счёта. 11 минут была попытка снять денежные средства в размере 100 тысяч рублей». И если вы там не совершали подобного перевода, нажмите там «1», а если совершали, то нажмите «2». И не успевая ничего нажать, связывается со мной оператор и говорит «Здравствуйте». Я говорю «Здравствуйте». Девушка говорит «Слушайте, вот мы с банком, у вас вот заявка на списание, там 100 тысяч рублей, вы же, говорит, не совершали подобного перевода». Я говорю «Почему не совершал? Совершал». Она говорит «Как совершали?» Я говорю «Ну вот так совершал». Я говорю «Почему вы до сих пор не перевели? Мне другой вопрос». И всё. И здесь шаблон рассыпался, потому что человек к этой ситуации не был готов. То есть обычно ответы поступали, что они совершали, да, и всё. И они просто положили телефон и перестали со мной разговаривать. Ну потому что вы знаете все эти схемы и прекрасно в этом разбираетесь. Ну это не гарантия, что я не стану жертвой машины. Как защититься гражданам от мошеннических действий? Не устаём повторять этот алгоритм, но мне кажется, вот благодаря именно этому кто-то не станет жертвой мошенников. Я тоже думаю, что не в напрасном всё время об одном и том же, но всё-таки хочется призвать людей к повышенной бдительности, быть менее доверчивыми. Чёткого алгоритма, как я уже говорил, не существует. То есть я не могу сказать, что вам не позвонит однажды действительно банк и не доведёт какую-либо информацию полезную, скажем так, относительно даже тех же противоправных действий в отношении вашего счёта. От этого никто не застрахован. То есть можете действительно столкнуться. Но я считаю, точнее даже не считаю, я рекомендую всем перепроверять. Минута другая, которая потребуется для этого, она просто поможет сохранить определённые ваши накопления. Потому что, как я уже говорил, взять банковскую карту и на обратной стороне посмотреть номер горячей линии своего банка, перезвонить им и уточнить. Потребуется для этого всего минуту-две. И дальше уже понять, кто с вами работает. Более того, мошенники, когда с вами начинают диалог, они не отпускают. Я уже говорил, то есть они не отпускают. То есть они всегда начинают говорить, вы не кладите трубку, потому что это срочно, горячий вопрос. Начинают ещё применять там практику, что мы сейчас вас соединим со следователем, который вот уже по нашему сообщению взбудил уголовное дело и предпринимает попытки для блокировки счетов. Всё это на практике невозможно. То есть у нас нет такого на сегодняшний день взаимодействия с банками, чтобы банк напрямую мог позвонить следователю или в ту же полицию и как-то по частной, по конкретной ситуации вести подобную работу. Такого алгоритма на сегодняшний день нет. Я говорю, он разрабатывается и в будущем мы надеемся, что на более эффективную работу. Поэтому нужно быть менее доверчивыми, перепроверять информацию и всегда обращать вещи на мелочи. То есть, знаете, оно, как говорят, истинно в мелочах. И вот в нашем случае это так, потому что граждане, получая информацию от того же самого банка, если идёт диалог, то есть задайте вопрос банку. Скажите, а вы можете сказать, сколько минут у меня сейчас карта открыто выпущена и денежных средств на счетах? То есть простой вопрос, который как бы банк по вашему звонку, скажем так, или если действительно это банк, он может вам предоставить информацию. Они вряд ли смогут ответить на этот вопрос. Ну и, как я уже говорил, то есть попробовать вести себя нестандартно. То есть если вам говорят, вы оформляли поручение на перевод, вы точно знаете, что нет, скажите «да». Ну там посмотрите, как будет диалог. То есть пробовать, знаете, на, скажем так, противомнении разговаривать с ними. А так, в целом, к сожалению, практика такова, что, наверное, 99 из 100 звонков, которые будут представляться банками, это не банки. И нужно просто быть к этому психологически готовыми, слушать передачи на телевидении, смотреть на баннеры, которые на каждом углу мы развешиваем, на объявления, в газеты, где мы все об этом подробненько рассказываем. Вот. Активная часть населения информируется самостоятельно и обязательно информирует своих родителей, бабушек, то есть так называемое взрослое поколение, которые, может быть, там в силу своих уже, в силу своего возраста, может быть, не так воспринимают информацию, проводить эту работу. И тогда мы только такими общими совместными усилиями сможем противостоять этому виду преступления. Спасибо за интересную беседу. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.